Всем привет из Ничанга! Вьетнам стал нашей шестой страной в Юго-Восточной Азии. Мы давно мечтали тут пожить, и вот спустя три месяца готовы делать свои выводы о плюсах и минусах Ничанга. Мы прибыли ранним утром. Пока ехали в отель на севере города через мост над водой и вдоль бесконечной ухоженной набережной, все больше улыбались. Даже не знаю, что впечатляло нас больше – сочетание гор и моря или эти ровные пирамидки, спиральки, шары и даже прямоугольники. В общем, набережная очаровала нас сразу. Даже в пасмурную погоду одно удовольствие гулять тут, наматывая километры. Но есть свои нюансы, о них чуть позже. Сначала надо найти жилье. У нас на канале есть видео с обзором всех квартир, которые мы смотрели в Ничанге в процессе поиска. Рекомендуем его посмотреть. Но вывод такой. По сравнению с Филиппинами, здесь гораздо больше современных оборудованных квартир в гигантских небоскребах. Ну и, конечно, цены ниже. Давайте проясним. Когда мы говорим Филиппины, то имеем в виду те маленькие провинциальные острова, на которых мы пожили за три года на Филиппинах. Баракай, Панглау и маленькая уютная Валесия в пригороде Думагетти. Все эти локации, в принципе, странно сравнивать с большим городом. Там нет как класса высоток а-ля Мунтань и Лескения. Но это наш опыт, и мы им делимся. На канале есть два видео из Думагетти с разбором достоинств и недостатков самого города и обзором разного жилья. Посмотрев их, вы легко получите представление о жизни на Филиппинах. Для вашего удобства все ссылки будут, конечно же, под видео. Вернемся к набережной. Еще раз похвалю золотые руки садовников. А также особенно отмечу наличие хотя бы парочки общественных туалетов. И, о боги, замечены были даже мойки для ног. Чего так не хватает на том же Баракайе. И я до сих пор не пойму, почему такая простая мысль не приходит филиппинцам на ум. Ну и, конечно, круто видеть бесплатные тренажеры в рабочем состоянии. И молодцы сами вьетнамцы, которые активно ими пользуются. То у них йога на пляже, то танцы. Особенно радостно видеть пожилых людей, занимающихся спортом. Или владельцев животных, которым есть где погулять с любимыми собакенами. Есть еще интересная локация на набережной. Это сад камней. Куда, конечно, все, кто бывал в Ничанге, ходили делать фоточки. Не знаю, есть ли там бесплатный проход. Я заплатила за вход. И оказалась в каком-то милом дворике. Здесь есть небольшая фотовыставка, кафе и сувенирный магазин с жемчугом и ласточкиными гнездами. В небольшом павильоне проводят музыкальные представления. Но мне не довелось услышать, как звучит литофон из камней. Что ж, тогда идем смотреть на огромные валуны. Эта природная композиция из желтых камней на фоне серо-голубого моря и гор – идеальное место для фотосессий. Через дорогу есть небольшой сквер с забавными гигантскими омарами, ракушками и прочими морскими обитателями. Детям должно понравиться. Казалось бы, такая роскошная набережная. Но над всеми этими плюсами нависает огромный жирный минус – это безопасность. За три месяца мы увидели больше пяти сообщений о кражах сумок или телефонов с этой самой прекрасной набережной. И это только в русскоязычном чате. Честно, я как блогер, привыкший всегда и везде ходить с телефоном, очень спокойно и комфортно чувствовала себя на Филиппинах. Поэтому у меня даже в мыслях не было, что меня могут ограбить. В Ничанге же мне было очень неприятно ходить по набережной и переживать. А этот едущий на байке человек или идущий тебе навстречу выхватит у тебя телефон или сумку или нет? Могут ли у вас на пляжах Баракая или Панглао скоммунизить телефон, оставленный на пляже, пока вы купаетесь? Наверное, могут. Не стоит искушать местную шпану, все-таки население живет довольно бедно. Но вот чтобы, как в Ничанге, посреди города днем на девушку, гуляющую с собакой, напал бухой вьетнамец, напал на собаку, ударил ее кулаком, замахивался на девушку ремнем из штанов. Такой дичи на Филиппинах я представить просто не могу. Еще один важный аспект – пляж. За три месяца в Ничанге мы ни разу не купались. Ну, во-первых, был не сезон, и я не видела чистой манящей воды. Во-вторых, я просто не воспринимаю этот пляж как место релакса. Слишком узкая полоса песка, далеко не белого, слышно шум с дороги, иногда и выхлоп можно почувствовать. И эти нависающие небоскребы вместо пальм, ну, совсем не то, как я лично себе представляю идеальное место пляжного отдыха. Давайте для сравнения посмотрим на Баракай. Этот пляж – моя любовь с идеально белым песком и кристальной водой. А главное, тут чувствуешь себя именно на природе. Ведь на Вайт-Бич почти нет зданий выше пальм. Даже в низкий сезон, когда приходят ветер и волны, белый пляж на Баракай остается фантастически красивым. Если вам нравится наш контент, пожалуйста, поддержите видео лайками, а канал подписками. Нам будет очень приятно. Ну что, весь выпуск мы будем жонглировать достоинствами и недостатками, которые важны именно для нас. Какие из них значимы для вас – решайте сами, все люди разные. А еще я решила разбавлять, так сказать, аналитику вставками из красивых локаций Ничанга. Если вам это неинтересно, вы можете воспользоваться тайм-кодами под видео и перелистнуть на следующую тему сравнения двух стран. А мы же идем окунаться немножечко в историю этих мест. Смотрим Чамские башни. Башни Панагар – это кусочек древности прямо посреди современного города. Очень удобно. Прекрасный зеленый оазис с рыжими стенами, сохранившихся до наших дней башен. Это наследие некогда могущественного государства – Чампа или Тямпа, рассвет которого в VII-X веках был обусловлен их удачным расположением. Тямы контролировали морскую торговлю между Китаем, Индией и соседними островными государствами. Как раз в этот период постепенно возводился сам храм Панагар. Стройка длилась 5 веков, поэтому Чамские башни отличаются друг от друга и размерами, и немножко архитектурными стилями. Сохранилось всего 4 из 10 башен. Внутри они все очень похожи. Крошечные помещения с алтарем, где есть чувство уединения, так как тут физически помещается совсем немного людей. Поражают абсолютно черные стены. Это все вековая копоть от благовоний. Ну и не менее удивительно, что вьеты, завоевав Тямпу, не разрушили храм и не отвергли чуждых богов, а приняли богиню Панагар и продолжили поклоняться ей. Минутка истории закончена. Продолжаем с вами нашу главную тему. Пару слов про сезоны. Мы прям кайфовали от пасмурной и ветреной погоды, от свежести и порой даже прохлады. На Филиппинах нет как таковой смены классических сезонов. Жарко всегда, просто иногда максимально адово печет, иногда чуть меньше. Дождиком мы там прям радуемся. Например, я практически не ношу на Филиппинах кроссовки, но реально ноги умирают от жары в них. В Ничанге же можно было надеть даже повточку вечером и кроссы, и пойти дышать под бодрящим ветерочком. Приглашаю вас на вечерний променад по центру Ничанга, пойдем затестим их стритфуд. Попробуем. Там ничего. Смотри, реально пусто. Все приколото, просто тесто. Вот так, вьетнамская еда. Еще и холодная. Ладно, с предполагаемым беляшом нам не повезло, будем пробовать сладенькое. Это розовая колбаса, заготовка для конфет-тенучек. Розовую пасту бабуля растягивает до состояния волокон, добавляет свежую стружку кокоса, сгущенку, капельку арахиса, и все это между хрустящих блинчиков из воздушного риса. Согласитесь, звучит интригующе. Скорее проверяем, как оно на вкус. Это очень вкусно! Реально вкусно! Кокос и вот эта тенучка. Очень интересный вкус. От этих деликатесов я, пожалуй, откажусь. Идем пробовать, наконец, один из самых популярных видов уличной еды в Ничанге. Жареный блинчик из рисовой бумаги с самыми разными наполнителями и яичком, чтобы все это скрепить. Ай-яй-яй, горячо! Киворукая! Так, дубль два! Неплохо! Омлет такой, с разными начинками. Вполне съедобно! Следующий пункт назовем хаос на дорогах. Мне кажется, все уже наслышаны про невероятное количество байков во Вьетнаме. Но мы были поражены, как много мопедов вообще без зеркал, со сломанными спидометрами. Едут как хотят и куда хотят, сигналят. Но самое ужасное, как тут переходят дорогу, рискуя своей жизнью каждый раз. Просто надеюсь, что эта река из мопедов сама тебя как-то обтечет. Это для меня стресс каждый раз. Светофоров очень мало, а зебра для них реально пустое место. Никто тебе не уступит. К сожалению, в период нашего проживания в Нячанге был и летальный случай с пешеходом. Так что это вам не шуточки. На Филиппинах же свои нюансы. В провинции очень расслабленное движение, но народ начинает наглеть и позволяет себе выпить и сесть за руль. Поэтому аварии со смертельным исходом тут чаще всего связаны именно с алкоголем. Плюс такие факторы, как ночь, дождь. Увы, народ бьется на байках. Но чтоб пешехода сбили, такого не припомню. Если в этом хаосе вы не готовы арендовать байк и ездить самостоятельно за рулем, общественный транспорт большой плюс Нячанга. Автобусы ходят, конечно, редко и заканчивают рано, где-то в 7 часов. Но зато они почти всегда пустые днем и стоят всего 8 тысяч рублей. Предлагаю отправиться погулять немного в центре города. Тем более, все было дополнительно украшено к празднованию Вьетнамского Нового Года, который называется Тет. Я бы этот праздник отметила отдельным пунктом в достоинствах страны. Потому что улицы утопали в ярко-желтых и красных украшениях. Обожаю цветы и выбираю жить в вечном лете, где, в принципе, постоянно что-то цветет и радует глаз. Но тут было просто что-то невероятное. Так много кустов, деревьев и живых, и искусственных. Цветы просто повсюду, поэтому и настроение создавалось приподнятое и солнечное, даже в хмурую погоду. Мы приехали к кафедральному собору Ничанга. Да, здесь тоже есть католики, примерно 8% населения. А на Филиппинах, кстати, католицизм вообще исповедует более 90% населения. Только во Вьетнам его принесли французские колонизаторы, а на филиппинский архипелаг – испанские завоеватели. Собору пока меньше 100 лет, так что по сравнению с Чамскими башнями это прям новострой. Лично у меня вау тут не случилось, поэтому расскажу вам лучше про фишку Филиппин, связанную с Новым Годом. Там его празднуют 4 месяца. Вы не ослышались, уже в сентябре все торговые центры украшают елки. Это очень необычно. Так, по плану дальше у нас Биг Будда. От кафедрального собора 20 минут пешком, по кромке дороги, потому что тротуары оккупировали горшки с цветами к тету, швеи и прочие торговцы и мастера. Наверное, в прошлой жизни я была буддистом, а не вампиром, потому что готические серые здания меня вообще не трогают, а вот красочные буддийские храмы очаровывают каждый раз. Давайте полюбуемся 30 секунд на пагоду Лонг Шон и Большого Будду. Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная локация. Я получила истинное удовольствие от прогулки. Если вы тоже, ставьте лайки. А мы продолжаем про достоинства и недостатки Ничанга. И при сравнении двух стран, одно из самых главных для нас – это еда. Абсолютно точно Вьетнам выигрывает в плане разнообразия по овощам и фруктам, и что очень немаловажно по их стоимости. Казалось бы, это все Азия, но, увы, климат на большей части Филиппин неблагоприятствует выращиванию таких красавчиков. Ужаснуться филипинским ценам на большинство овощей, к примеру, можно по ссылкам под видео. Там будет и стрим-прогулка по рынку Баракая, и наша статья с ценами в супермаркете на Бахоле, снятая в августе 24-го. В Ничанге вы с легкостью найдете магазины со знакомыми с детства продуктами. Тут есть и гречка, и сметана, и селедка, и вообще что хочешь. Французы научили их печь хороший багет. Тут легко купить ржаной хлеб, или лаваш, или лепешку. С хлебом же просто беда на Филиппинах. Более или менее приятный по вкусу хлеб мы покупаем почти за 3 доллара, или 260 рублей по текущему курсу. Плюс в Ничанге огромное число домашних поваров, которые делают все от бельшей до тортов, и доставляют прям домой горячие обеды. В Ничанге также большой выбор кафе с кухнями стран СНГ, но чаще всего мы бывали в узбичке, и вам рекомендуем от души в первую очередь их шашлык, потом манты, лагман, плов и другие блюда. Если сравнивать именно кухни, вьетнамскую и филиппинскую, то честно, я не фанат обеих. Если очень грубо, то на Филиппинах основа кухни это рис, плюс дико жареное соленое мясо или рыба, крайне мало овощей, а основные специи это уксус и соевый соус. От вьетнамской кухни, честно, мы ожидали большего. Банми приелись быстро, многие блюда тоже дико жирные, но за фобо и обилие свежей зелени точно лишний бал отдадим Вьетнаму. А наш любимчик это бунча, такой а-ля шашлык в сладковатом бульоне, да еще и с лапшой и зеленушкой. Всем рекомендуем попробовать это блюдо. В Азии мы не боимся есть и уличную еду, и в простецких забегаловках для местных. Но вьетнамцы просто отбили все желание есть в локал кафе. Меня просто добивает их привычка в кафе кидать мусор прям под стол. Я как вспомню, этот трэш на полу аж подташнивает. Дико бесит во Вьетнаме, как много людей курят. Везде воняет табаком, еще и каким-то ядреным. На Филиппинах в целом, по ощущениям, курят намного меньше людей, но еще и запрещено делать это в общественных местах. Следующий жирный минус Нячанга – это мусор на дорогах и крысы. При том, что мы постоянно видели дворников, и даже стрит-арт на эту тему, и прям под ним – свалку. Видимо, это вопрос культуры. Вьетнамцы воспринимают тротуары, во-первых, как свою собственность. Хочу байк или машину запаркую, так что не пройти. Хочу автомойку устрою и вообще не буду реагировать на прохожих. Обрызгаю их проблемы. Во-вторых, они легко ездят на байках и даже авто по тротуарам. И еще сигналят тебе, мол, свали. В общем, свободно погулять почти невозможно. То кафе расставить стульчики на тротуаре, то устроят ремонтную мастерскую. Но когда дело касается мусора, это уже резко не их территория, а значит, можно гадить. Вот одно из многих кафе с морепродуктами на большой улице перед зданием Муньтань. Им пофиг, чистят морепродукты прямо на пешеходной зоне и сливают вонючие помои туристам под ноги. Нигде в Азии я не испытывала чувства брезгливости столько, сколько в Ничанге. И это очень обидно. Потому что это очень красивый городок со своим колоритом, стильными кофейнями, ажурными храмами, стриженными деревьями, стрит-артом и морюшком. Да еще много, чем он может порадовать глаз, если не смотреть под ноги. Третий нюанс тоже про ощущения. Если с филиппинцами у нас любовь с первого взгляда, обожаю лица, улыбки, их дружелюбие и открытость, то, к великому сожалению, вьетнамцам я не могу сказать так много комплиментов. Мне они показались нацией трудяк, но очень неприветливых и нежелающих с туристами говорить даже на языке улыбки, не то, что на английском. Напомню, что на Филиппинах английский государственный язык, и все, кто ходил в школу, на нем говорят. Во Вьетнаме было сложно порой элементарно фрукты купить на рынке. Да, я прекрасно понимаю, что это очень субъективный, но крайне важный для нас фактор – ощущение от окружения, от людей. На Филиппинах мне спокойно и уютно. С Вьетнамом, к сожалению, не случился тот самый коннект. От субъективных вещей перейдем к объективным – правилам легального пребывания в стране. Визовая политика Филиппин однозначно легче и доброжелательнее к Лонгстейрам. За три с половиной месяца во Вьетнаме нам пришлось дважды ездить на визаран в Лаос. Мало того, мы еще попали на момент изменения правил продления и вынуждены были срочно лететь в Ханой. Жить там почти пять дней, неся кучу до просходов на отели, кафе, самолеты. Кстати, у нас на канале есть шикарный выпуск про Ханой, где мы показываем все главные красоты столицы Вьетнама. Посмотрите. Да, сейчас снова вернули трехмесячные визы во Вьетнам. Но на Филиппинах вы можете жить от двух до трех лет без выезда, в зависимости от гражданства. А мотаться на визараны с тараканами я больше не хочу. Про полную антисанитарию на остановках и туалеты, в которые страшно зайти, я вообще молчу. Эти визараны еще вечно так не вовремя, то врал на работе, то заболел. А кого волнует, ты обязан выехать за пределы страны в конкретные даты. Плюс у тебя каждый раз куча штампов, а страницы в паспорте кончаются. На Филиппинах даже в этом плюс. Вам не ставят при продлении ничего в паспорт, только бумажки и чеки дают. Это очень удобно. Друзья, если вы задумываетесь о релокации или зимовке на Филиппинах, советуем воспользоваться нашим опытом, который мы упаковали в один волшебный гайд «Переезд на Филиппины». Он помог уже многим семьям сэкономить время и деньги при адаптации в новой стране. Ознакомиться с содержанием вы можете по ссылочке под видео, ну и по промо-коду YouTube получить 10% скидку на его приобретение. Так, какие еще у нас плюсы и минусы Ничанга? Поговорим про медицину. На фоне общей картины, когда местные не знают даже базовый английский, наличие русскоговорящих, врачей или переводчиков в больнице нас приятно удивило. Это вам не минимум в кафе перевести. Я, как человек с очень базовым английским, особенно стрессую у врача. Столько новых терминов, поэтому говорить на родном языке – это огромный бонус. И, кстати, цены на лечение вполне адекватные. Я сравнивала стоимость некоторых анализов в популярной лаборатории в Москве и в двух клиниках в Ничанге. Иногда рубль в рубль выходило. Еще, конечно, радует, как в Ничанге много специалистов из стран СНГ и в бьюти-индустрии, и в медицине. Приведу два примера – барбер и гинеколог. Я записываю, Нюша, через чатик к русскому барберу. Я ожидала просто стульчик у него дома в комнате. Оказалось, это целый кабинет, такой мини-салон красоты на одного человека. Все, не знаю, инструменты современные, оборудование. В общем, высший класс. Как будто пришел в салон красоты. Второй пример – с гинекологом. Опять же, я записалась на консультацию к русскоговорящему врачу. Когда я пришла к ней, опять же, с ожиданием, что это будет прием на дому, оказалось, что у нее полностью арендованный кабинет, весь в белом кафеле, гинекологическое кресло, необходимые всякие одноразовые пеленки и так далее. В общем, это был как прием в больнице. Я реально была очень удивлена. На Филиппинах вам повезет, если на ваш остров приедет пожить талантливый мастер маникюра. На Панглау, где мы сейчас, например, такого нет. А про медицину я приведу лишь один пример. Я пришла в самый дорогой частный госпиталь на Бахоле – гинекологу. И не обнаружила ни кресла гинекологического, ни пеленок одноразовых, а врач осматривала меня с фонариком. Справедливости ради добавлю, в этой клинике рожали как минимум три наших девочки. И вполне довольны результатом. Детки и мамы здоровы. Но я была в шоке от такого осмотра и диагноза на глазок, без единого анализа. Когда речь заходит о медицине, сразу на ум приходит музей Ерсена в Ничанке. Ему стоит памятник на набережной. И мне было очень интересно узнать его историю. Расскажу вам максимально кратко. Знакомьтесь, Александр Ерсен. Многие ошибочно читают его фамилию как Ерсен. И даже русское происхождение ему приписывают. Это как Ганса Христиана Андерсена назвать Андреевым и записать в авторы русских сказок. Родители Александра имели французские корни. Переехали в Швейцарию, где и родился наш герой. Ерсен вошел в историю медицины как первооткрыватель чумной палочки. Во время чумы в Гонконге он просто приехал туда и рискнул взять образцы прямо из нарыва в трупа. Сделав свое грандиозное открытие, он покинул Гонконг и два года потратил на разработку сначала противочумной сыворотки, а потом и вакцины, которая избавила человечество от этой страшной болезни. Ерсен был экстраординарной личностью, обладавшей широким кругом научных интересов. Его занимала бактериология, география, астрономия и ботаника. Он долго жил и умер в Ничанге. Его комната и предметы быта сохранены в музее. А еще в его заслугах развитие Далата. Он первым обратил внимание на чистый, прохладный воздух в этой местности и высказал идею постройки курорта здесь. В общем, крутой был дядька. Кто знает, может он вдохновит вас или вашего ребенка. Сходите в музей и проверьте. Завершаем наш сравнительный анализ. Но совсем уж неожиданным разочарованием для меня – это шоппинг. На Филиппинах, за исключением трех крупнейших городов, прямо скажем, беда с этим делом. Поэтому была вся надежда основательно затариться в Ничанге. Сто раз слышала, что все известные бренды отшиваются во Вьетнаме. У меня один вопрос. Где они? Я была в нескольких торговых центрах. Честно, максимально убогих по наполнению. На витринах и вешалках – Бабкин базар. Взять нечего. Я не понимаю, как это возможно. В чатах говорят – в Хо Ши Мин ехать надо. Ну, спасибо. Уехала в итоге с одним единственным дышащим платьем. И то с рынка. Режимирую. Думаю, вы уже поняли. Мы вернулись на любимые Филиппины. Пока нам тут роднее и комфортнее. Даже при всех минусах этой страны. Но наша история со Вьетнамом еще точно не завершена. Во-первых, следующий выпуск будет из Муйне. Во-вторых, мы обязательно вернемся посмотреть Дананг, Хой Ан, Сапу и многие другие невероятно красивые локации во Вьетнаме. Подписывайтесь. Впереди еще много интересного о жизни в Азии. Всем пока.